Сегодня в Югре завершается голосование за объекты благоустройства по проекту формирования комфортной городской среды. В нем участвуют 48 проектов из 14 городов и поселков Ханты-Мансийского автономного округа. Тем временем в регионе сейчас воплощают в жизни инициативы прошлых лет. В Нижневартовске, например, строят школьный бульвар. Подробнее о нем знает Кирилл Волконский. Сегодня к внешним работам на будущем школьном бульваре подрядчики только приступают. На территории площадью более 5000 квадратных метров им предстоит разместить пешеходную зону, скамейки, установить освещение, посадить новые деревья, обустроить больше 60 парковочных мест. Все для того, чтобы ученики лицея имени Пушкина могли безопасно добираться на занятия и домой. До этого целый месяц строители занимались выторфовкой и заменой грунта. Что можно откопать интересного на болоте? Несколько слоев торфа, различные захоронки, которые часто присутствуют при новом строительстве. Допустим, узнали, что у нас будет здесь детский сад строиться по соседству, что к нему не выполнены коммуникации. Сейчас все это подтянули соседи наши. Все согласно графику. На площадке трудятся 10 человек. Позже их сменят электрики, плиточники, асфальтоукладчики. Работы идут на бывшем пустыре, о преображении которого жители окрестных домов много лет просили городские власти. Довольны тем, что, конечно, будет красиво, просторно. Но вот единственный недостаток в том, что не будет парковочных мест. И все так нам все нравится. И все быстро почему-то как-то делается. Проект школьного бульвара победил в прошлогоднем голосовании «Комфортная городская среда». Его конкурент – сквер, буквально через дорогу. В итоге новую рекреацию решили сделать прогулочной зоной, где можно будет посидеть на скамейке и дождаться ребенка с занятий. Зеленение у нас предусмотрено из рулонного газона привозного, из города Тюмень, таким же образом, как выполнено на набережной. И также предусмотрена уличная мебель компании «Умная среда» города Екатеринбурга. Она будет выполнена из вторичного переработанного пластика, экопластика, так сказать. Мы эту мебель решили здесь реализовать и посмотреть, как она себя покажет в нашей довольно-таки агрессивной среде, как себя поведет. Школьный бульвар – второй по счету проект, который в Нижневартовске появляется благодаря рейтинговому голосованию. Сквер железнодорожников – первая локация в Нижневартовске, которая появилась благодаря проекту «Комфортная городская среда». На месте бывшего палисадника, заброшенного, проложили дорожки, установили фонари, скамейки, качели. И самое главное, конечно же, детский игровой комплекс, учитывая название локации в виде, конечно же, паровозика. Но теперь самый главный вопрос, как сами горожане относятся к этому месту, меньше чем за год своего существования. Все это неоднократно пострадало от рук вандалов. Кирилл Волконский, Дмитрий Жуков. Вести Югория. Нижневартовск.